Всем привет! Сегодня 26 апреля, Московская область. Погода у нас вообще не весенняя, днем передает от 9 до 12 градусов тепла, а на ближайшие несколько дней минус 1. Итак, мы с вами находимся в стеклянной теплице, где я выращиваю только высокорослые сортовые томаты. Как видите, рассаду я уже всю вынесла. Конечно же, я ее накрываю. Днем это укровной материал номер 17 накидываю на эти дуги, а уже в ночь накрываю укровным номер 60 и складываю его в два слоя. Также и томаты накрываю, перцы у меня здесь, видите, баклажаны. Все уже стоит в теплице. Сегодня я решила высадить томаты, которые буду выращивать в мягких контейнерах в открытом грунте. Сразу покажу, какой гибрид. Это единственный гибрид, который я выращиваю. Это рубинчик, ультраскороспелый, он невысокий. Этот гибрид. И томаты такие некрупные. Самое главное, что ультраскороспелый и подходит для выращивания в экстремальных условиях, как пишут. Будем пробовать. Это новинка для меня. Значит, рассада выглядит, я думаю, что замечательно. Высевала я 14 марта. 4 семя посеяла. И все они, видите, как замечательно взошли и выросли. Как я уже сказала, что буду выращивать вот в таких мягких контейнерах. По-моему, они на 24 литра. В записях начала искать. Нет записей, на сколько литров они. Но примерно 24. Они у меня уже 2 года стоят в открытом грунте на улице. И смотрите, они не рассыпались, ничего с ними не случилось. Они не рваные. Замечательное качество этих рассадных мешков. Есть, имеется, две ручки, за которые очень легко их передвигать, если вам нужно куда-то унести в сторону. Вот в них я и буду выращивать эти томаты. Они будут у меня, эти контейнеры, стоять здесь до тех пор в теплице, пока на улице не будет такая более стабильная погода. Я уже не стала здесь снимать видео, как я сюда засыпаю землю и так далее. Я просто сейчас коротко расскажу. Итак, пропорции у меня на глаз. Здесь, значит, забита огородная земля. Я перемешала с перепревшим коровьим навозом. Как видите, здесь уже и не навоз, это чистая земля. Примерно этому перегною 4-5 лет. Я его набрала в мешки и привезла домой. У нас недалеко ферма есть, КРС. Вот там они складывают, это все перепревает. И можно поехать и набрать. Замечательная земля уже. Вот, чистый перегной. Так, дальше, значит, я сюда добавила огородная земля. Перегной 5-летний примерно. Добавила в каждый мешок по горсти золы. Не по горсти, а по 2 горсти сюда. Все это я перемешала. И вчера пролила очень, значит, таким густым раствором фитоспорина. Это фитоспорин. Все, мешки, конечно, эти контейнеры лучше готовить заранее. Минимум за 3 дня. Ну, я пролила вчера только фитоспорином. Ну, все, в принципе, сейчас я буду высаживать все 4 растения в эти контейнеры. Как я буду высаживать рассаду в мягкие контейнеры, я сейчас покажу на одном растении. Делаю довольно-таки большую лунку. Добавляю сюда биогумус. У меня он находится вот в таком мешке. Этот биогумус производит мои червесторатели. Добавляю сюда 2 горсти. Чуть-чуть перемешиваю. Добавляю совсем немножко, но это, наверное, пол горсти. Это сапропель. И тоже слегка перемешиваю. Все. Посадочная яма готова. Достаю растения. Уже такая корневая система замечательная. Эти два листа, первые настоящие, я их убираю. И слегка рассаду заглубляю до следующего листа. Устанавливаю растения. Приминаю вокруг стебля, землю. Все. Высадила. И так же я сейчас делаю со всеми контейнерами. И подключусь, покажу. Все, две минутки. Рассаду я уже высадила. Томаты я сильно не заглубляла, так как они у меня коренастые. А нижние листья я убрала просто для того, чтобы они не касались земли. Мульчировать сейчас не буду. А замульчирую соломы, когда вынесу в открытый грунт. Такие они красивые. Я надеюсь, конечно, с них получить более ранний урожай, чем в теплице. Пакеты не выбрасываю. Я о них уже очень много, каждый год рассказываю. Использую конкретно эти уже три года. Мою, просушиваю, складываю и буду использовать еще на следующий год. Еще не сказала такой момент. Перед тем, как высаживать рассаду томатов, я рассадные пакеты водой не проливала. Видели сами, что земля там сухая была. Чтобы не создавать здесь лишнюю влажность. Сейчас я только слегка пролью возле приствольного круга раствором гуматокалия. Я уже здесь навела его. Пролью и этого будет достаточно. Конечно, днем буду накрывать укрывным номер 17, ну а на ночь номер 60 укрывным материалом. Потому что еще ночи довольно-таки холодные. И здесь уже приготовила рассаду перцев. Это перцы у меня острые. Высаживаю я сразу в рассадный пакет по два штуки. Название сорта не помню. Выращиваю его уже года 4. Высаживать буду также вот в такие мягкие контейнеры. Им тоже два года. И насколько я помню, им они по 16 литров. Высаживаю сразу вот по два штуки сюда. И также их выставляю в открытый грунт, когда уже температура воздуха будет постоянной. Но не сегодня буду это делать, через несколько дней. Сначала забью землю, приготовлю, и через пару дней уже буду высаживать. Вкратце покажу, как выглядит там рассада томатов. Это здесь уже она будет расти в теплицах. Томаты здесь сортовые. Практически все высокорослые. Это вот маленький, самый поздний посев. Например, вот это у меня Елизавета Стефанчик. Все коренастая. Я не жалею, что в этом году высадила, посеяла на несколько дней позже. Это зеленая тайна личинки. У нее такой картофельный тип листа. Потому что я вот думаю, что если бы я раньше еще посеяла, чем даже в прошлом году, или как в прошлом году, она бы у меня уже перерастала бы. А сейчас она вот как надо высаживать, я думаю, в первых числах мая. Это чудо олфруда. Смотрите, какая она коренастая. При том, что это сердцевидный сорт томата. И они такие прям тонкие, щупленькие, сами по себе растения. Ну, а выглядит достаточно хорошо. Это потому, что я не посеяла в этом году рано. Это просто замечательно она выглядит. Вся. Вся отлично выглядит. Вот тоже. Что это за сорт у меня? А, это тоже чудо олфурда. Вот. Уже земля. Видите, я землю уже добавила. Раскрутила. Эти бортики, видите, до конца. Подсыпала земли и сделала. Это, по-моему, я на прошлой неделе. Это сорт конь-кани. Рыхлю я. Вот так приминаю пакет. И томат рыхлится. Сегодня буду проливать полностью всю эту рассаду. Томатную. Развожу гумат калия и пролью. Тоже сейчас надо будет прикрыть номер 17. Панбонд. В теплице я сейчас посмотрела. Плюс 23 градуса. Вот так выглядят баклажаны. Тоже отлично. В этом году попозже посеяла. Вместе с перцем сеяла. Землю я сюда не добавляла и не буду. Их тоже я выращиваю в мягких контейнерах. Контейнеры, по-моему, по 30 литров. По одной штуке в каждой. Пролить нужно. Ушки повесил. Это перцы. Вот в таком отличном состоянии. Не переросшие. Тоже, думаю, в начале мая их высаживать. Смотрите, как они хорошо выглядят. Коренастые. У некоторых я даже видела уже бутончики. Где-то набивают. Рассада здесь тоже разная. Вот, видите, уже бутончик коронный цветочек. Я, конечно, его буду обрывать. Здесь поменьше рассада. Я высевала их попозже. Ну и сходили они долго. Но они догонят. Их только высадить в землю, в теплицу. И все. И они догонят. Хотя и перцы, они все разные. Потому что одни высокорослые. Другие у меня более низкорослые. Обязательно от солнца прикрываю. Потому что очень яркое в теплице солнышко. Чтобы не сгорели. У меня есть пару томатиков. Видите, даже через укрывной. Листики подгорели. Ну, это всего лишь вот несколько штук. А все остальные замечательно выглядят. Вот так. Выглядит теплица на данный момент. У меня сегодня все. Я желаю вам всего самого хорошего. И всем пока.